Удивительно, но все вокруг вращается. Наша Земля, планеты, Солнце, системы и галактики. Даже мы на стуле, если он у нас способен на такое. Но почему? Попробуем сегодня ответить на этот вопрос. Итак, начнем с того, где Солнце и планеты приобрели угловой момент, который привел их к вращению. Мы не говорим про орбиты, а про вращение вокруг осей подобно фигуристу, в котором распростертые руки увеличивают вращение из-за сохранения углового момента. Мы знаем, что фигурист сам закручивает себя. Если он будет стоять на месте, то любые попытки вытягивать и поджимать руки и ноги будут бессмысленны. Более того, даже породят ряд подозрений. Ведь силы мыслей для того, чтобы он начал вращаться, конечно, недостаточны. Тогда возникает вопрос, а когда планеты и Солнце начали образовываться, как они получили изначальный момент вращения? Каким был старт? В этом нам поможет второй закон Ньютона. Сила равна произведению массы на ускорение. Точнее сказать, что сила изменяет свойства тела под названием импульс. Если вы приложите к массе внешнюю силу, ее импульс, то есть то, как она движется, изменится. Если известна сила, то известно, как именно изменится импульс. А если вы не прикладываете внешнюю силу к объекту, то его импульс не может меняться. Если бы во всей Вселенной все состояло из точечных масс, расположенных на одной линии, то ничего бы не возникло. Но в нашей Вселенной движущиеся массы распределены в нескольких измерениях. А в этом случае у системы есть не только импульс, но и угловой момент. Импульс изменяется в зависимости от массы, а угловой момент меняется в зависимости от комбинации массы и ее распределения. Эта комбинация и составляет момент инерции. Поэтому второй закон Ньютона говорит о том, как объекты изменяют свой импульс, или как массы меняют скорость. И есть эквивалентный закон, относящийся к тому, как объекты меняют свой угловой момент, или как момент инерции испытывает изменения в скорости вращения. Примером служит тот же самый фигурист с тем же лицом, но он уже в процессе вращения, подтягивая руки и ноги. Когда его масса распределяется ближе к оси вращения и момент инерции уменьшается, скорость вращения увеличивается. Если ваша масса и ее распределение изменяется, то скорость вращения изменяется в обратную сторону для компенсации. Но также, как вы можете изменить импульс системы, прилагая внешнюю силу, вы можете изменить угловой момент системы, применяя внешний крутящий момент. Но дальше интереснее. Каждая звездная система во Вселенной начиналась с облака газа и пыли. Эти облака могут быть в сотни или миллионы раз массивнее нашего Солнца. Но изначально они очень рассеяны и распространяются на многие сотни или тысячи световых лет. Если у этих облаков есть какое-либо вращение, то его, конечно, сложно обнаружить, так как для завершения даже одного оборота им потребуются миллиарды лет. Но газовые облака существуют не в изоляции. Вокруг них существует вся остальная материя и энергия Вселенной, подверженная гравитации. И когда две массы во Вселенной двигаются друг относительно друга, но не двигаются точно друг к другу или друг от друга, гравитационная сила, испускаемая ими, создает крутящий момент. Этот феномен известен как приливное ускорение. Поэтому каждая масса, существующая во Вселенной, появилась с угловым моментом, получив ее спустя 13,8 миллиардов лет назад. Это включает и все облака газа, в том числе и то, из которого родилась наша Солнечная система. Можно разбивать эти газовые облака и далее по участкам, из которых создаются отдельные звезды и системы. Но это еще не все. Осевое вращение планеты может сильно меняться из-за приливного взаимодействия со звездой, а также из-за влияния ближайших планет. Таким образом, современное, но далеко не окончательное вращение планет определяется совокупным действием нескольких независимых факторов, которые могут проводить к самым разным результатам. К примеру, Венера и Уран сейчас вращаются вокруг своей оси с востока на запад, в противоположность остальным планетам Солнечных систем. Да, они идут против системы, но есть веские причины. Считается, что обе планеты испытали изменение углового момента из-за вмешательства постороннего тела. То есть их вращение было изменено внешним вращательным моментом. Получается, что материя и движется, и вращается всегда и везде. Стоять и ничего не делать у нее шансов нет. А тем же, кто заметит, что его консервы лежат там же, где и были вчера, напомним, что и вчера и сегодня вы продолжаете лететь вместе с Землей и со своими консервами со скоростью вращения Земли вокруг Солнца, которая равняется 108 тысячам километрам в час. Да, наша планета проделывает путь в 940 миллионов километров за одну орбиту. А что насчет движения галактик в скоплениях или даже группах? Тут уже в дело вступает гравитация. Именно гравитационные силы связывают галактики и не дают им разлетаться по Вселенной. Поэтому готовимся через несколько миллиардов лет к встрече с галактикой Андромеды. И, наконец, наша Вселенная. Вращается ли она? По последним данным, нет. Чтобы подтвердить эту теорию, исследователи использовали карты космического микроволнового излучения, самого старого во Вселенной света. Эти карты были созданы на основе измерений, сделанных с 2009 по 2013 год спутником Планка. Карты представили нам картину интенсивности и, что важно, поляризации, то есть направления, по всему небу. Ранее искали паттерны, характерные особенности, на карте микроволнового фона, которые могли указать нам на вращение Вселенной. В новом исследовании был рассмотрен широкий диапазон Вселенной с определенными направлениями вращения и паттерны, которые они могли бы оставить на карте. Вселенная, вращающаяся вокруг одной оси, например, образовала бы спиральные паттерны, а Вселенная, расширяющаяся с разной скоростью вдоль разных осей, привела бы к образованию вытянутых, холодных и горячих пятен. Долгое время искали эти паттерны в наблюдаемых картах. Результаты показали, что никаких совпадений за эти долгие годы обнаружено не было, а значит, Вселенная по большей части не имеет направленности. Но кто знает, что по ту сторону горизонты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова